Ши-фу, ши-си-си, о-де-ю-го-ле-гей-джи Мы заказали зерный чай Поехали Я, ты снимаешь? Ань, а мы куда едем сейчас? Пойдем Я с этими людьми путешествую Ань, почему? Эээ... Ура-пучка Ура-пучка Так вот, дамы и господа Я хочу попросить вас Новую передачу Наташи Я сворвал ее камеру Теперь буду вещать я Я Мы сейчас сидим с группой И планируем нашу поездку в Китай Девочки обсуждают одежду Разные Ну там разные Вот этот и тяжелый А сейчас я представлю Таня, наш режиссер Анна, наш гид Влад, наше все Дима, наш фотограф Айдар, наш оператор А где друг нашего все Влада? Андрей Андрея нету Андрей, собственно говоря, как типичный продюсер Он должен разговаривать по телефону И решать вопросы Сейчас, видимо, там что-то с Китаем делает Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха Анна, наш друг Город очень маленький, на каждом углу какие-то кафешки, магазины, какие-то исторические места, очень красиво, он такой плотный, насыщенный, и ты бежишь по этим улицам, оглядываясь. Я видела очень классный магазин с чаями, каллиграфии в магазинах и графические, магазины разных фонариков, очень много еды здесь продают. Здесь очень много ездит лодочек, и лодочники поют, в данном случае лодочник женщина, и она поет, давай посмотрим. Красиво, да? Угу. Она как будто чувствует эту реку, и она вместе с ней плавно. Давай прокатимся. Ребята пока снимают каллиграфу, наша история идет момент, когда мы снимаем каллиграфу, у нас есть время, похоже мы поедем на лодочке. Вот наш бэкстейдж, Айдар, Таня, Аня, Дима. Дима, что вы делаете? Я просто остаюсь отражать тебя. Мурат, тебе нужно скрыться. Да-да-да, мы все скрываемся. Снимаем момент, где каллиграф рисует лотос, иероглиф, который означает лотос. Вот так вот это выглядит. И скоро к нему, с ним приду, знакомится я по сюжету. Китайцы очень интересные люди, они немного беспардонны, то есть они могут, не спрашивая, подойти, начать с тобой фотографироваться, лезть в кадр, а интересоваться прям вот так вот. Понял? Пойдем. Давай лапу. И вперед. Известно, что Старбаксы в каждой стране очень аутентичные. Вы посмотрите на китайский Старбакс. Вот вывеска, в принципе, все понятно. Но внутри он как вряде. Старбакс. Я в шоке. А почему мы раньше сюда не зашли? Вот значокчик Старбакса, если вы мне не верите. Много каких-то чаев, конечно же. Потому что мы в Китае персиковый какой-то чай. А это кусочки льда, видимо, фруктовые. Как мне все нравится. И в каждой стране есть какие-то свои особенности по напиткам Старбакса. Что там? В Китае очень много необычной еды, конечно же, необычной для европейцев. И сейчас я буду пробовать сырный чай. Старбакс. Мы заказали сырный чай. Сейчас попробую. Сверху потертый пармезан со сливками. Это вообще моча. Ой, не моча. Да вкусно, это неправда. Что это, сэндвич? Вкусно, да? Диме понравилось. В общем, мы уже пытаемся снимать минут 30. Уговариваем местную женщину. Она сейчас будет нас раскачивать, мне кажется, на этой лодке. Мы должны сейчас снять кадр фоломету с лотосом посреди этих каналов. Ань, а мы куда едем сейчас? А мы не в старый город сейчас? Нам в старый город же нужно покататься сейчас сначала. Вы снимайте тогда, а я буду искать место фоломету, где можно снимать. А ты мне глазик пишешь. Ну, поснимаем, да. Мы снимаем, пусть не звоните. Положите трубку. Все, работает. Андрей, положи трубку. Да, я вас не могу. Да, мы в типичном китайском ресторане, абсолютно простом, куда приходит куча других китайцев. Но мы сидим за бамбуном одни. Пустой сок. И вот магия. А мы все едим? Все классические блюда. Баранина, баклажаны, утка, рыба. Биво. Биво. Всем привет. Пол второго ночи. Я сейчас часа занималась в спортзале. Вставать через три часа. Но вместо сна я решила позаниматься, потому что в перелетах, в таких физических нагрузках, в таких съемочных днях, если я не буду заниматься спортом или медитировать, или заниматься йогой, мне будет еще хуже. Поэтому организм требует, конечно же, и прокачки. Поэтому я сейчас быстренько в номер собирать вещи и три часа поспать. Так, если я... Что, сразу не включила камеру. В общем, я переодевалась... А, горячо! Я с этими коленями путешествовала, но кашу. Я переодевалась вон там. И погода не располагает. Классные съемки. Да, сказал Айдар, который одевает водонепроницаемую обувь. И мои Диор. Новый день, новое утро. Мы проснулись в Буйлиниевке. И Наташка вот идет на съемку в очень сексуальных каблуках. Здрасте. Салам. Ох, Мось, наосторожно. Ой, блин, грязный. Так вот. Так тяни сверху. Главное, чтобы каблук прошел. Каблук че? Мось, я могу упасть. А, хорошо, это получилось. Наташка, как дела? Нормально. Мы нашли какую-то лавочку с древними кореньями. Здесь мы будем снимать 500, как я ищу Сойли. Посмотришь, что губы были. Шефу, спасибо. Возьми. О, Риу Голи Гейджи. Возьми. Хау, Нима. Юли Леонова Хай. Все сказал? Ну и так, здесь без улыбок. Камера готова. Камера идет. Блин, там вспышки. Ань, тебя видно. Уже пора давно обедать. Мы пропустили, мне кажется, все возможные тайминги. Нам уже давно пора ехать в другой город. Аккуратно прикусить. В море капризничать. Почему? Ну, вот так надо подождать, когда он успокоится от кавказки и мужчин. Леда, а что, не с кавказки и мужчинами? Ждите. А я так живу. Пельмешку возьмите. Итак, мы сейчас в местном ресторанчике заказали тяутза. Это местные пельмени. Они, кстати, очень похожи на дагестанские мячоккартерон пельмени с крапивой. Да, Наташа, что ты думаешь по этому поводу? Да. Это козировная вода? Я не слышала, что-то козировная вода. Дима у нас в компании человек, который пробует все новенькое. Вы помните, часть сыра. Так что, Дим, давай пробуй. С сыром? Это сладкий тараканчик. Так, пробуем. Это чайфу. Как язинака. Ты еще не съела. Чайфу. Мы нарядились в приманок, не знаю, китайское или икорское. Какая-то, если вы любите по-настоящему. Да, это вот так. Вот. Три дня просто так. Привет. Так что-то тепло. Плывем, с этим баклоном залезем. Мы готовим тиму. Плесим. Нам бы идеально залезть тиму. Я готов, если что. Пойдемте, где посадка. Пойдемте, где посадка. Господи, наша шумная компания сейчас перейдет. А все ради того, что, посмотрите, вот эти сумасшедшие горы и вон тот рыбак с сеткой. Я иду прямо к нему. Он может кинуть сетку во время нашего кадра. Да. Ребята, красота невероятная. Посмотрите, как это будет красиво, ребята. Невероятно. Невероятно. Наверное, вам все в пересвете, но будет очень красиво и ливни. Именно на 20 юаней представлены вот эти две горы, между которых каждый день заходит солнце. Ага, классно. Ребят, видите, вот это 20 юаней. И именно этот кадр запечатлен, наверное, с этим рыбаком. Мы пытаемся сейчас договориться, чтобы в моей руке был баклан. Немного суетимся, потому что время света уходит. И нам нужно снять и кадр фоллумеду, и видео. И вот, как это красиво. Его заплатил. Ладно, давай, проглотил. Все? Да. Офигеть. Видел? Я видела. Ты снимаешь? Да. Мы поедем на этой лодочке, и мне кажется, это будет нам не так холодно. Чуть-чуть небезопасно. Да. Я в ожидании. Если честно, а то посмотрим. Закат. Рыба. Рыба, поклады, все на месте. Рыба. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Не уверена, что у него это получится Потому что он летал несколько раз Раз в пять, наверное За всю историю И он очень талантливый Но это очень опасно Не знаю, получится у нас или нет Полетели? Ну, мы так нескоро прилетим туда А ты книжка нет? А ты книжка нет? Может, это наконец-то остренькое? Ну, ты видишь? Почему он такой темный? Ничего себе неожиданного Можно тебя накрыть? О, отлично, супер Вот сразу же видно, режиссер знал, что сделать А я вижу его, Мурат, не уходи вправо там гора Справа от тебя Ты прям близко к правой горе И ты вообще далеко от дырки Ты ее пролетаешь мимо, да? Залетел? Да, залетел! Я вижу его сейчас по центру Котик, главное вернуться обратно Не радоваться сейчас Не радоваться Мур, не радуйся Не радуйся Блин, главное, чтобы он не упал На моем счете, столько развивалось дронов Мур, не рискуй лучше В шоке полном Блин, так хочется забрать с собой Причем, как обычно, 4 утра Блин, ребята, это космос Субтитры сделал DimaTorzok